Ну что же, уважаемые коллеги, мы не зря ждали, действительно, за это время количество людей в аудитории вдвоилось. Наверное, еще кто-то будет подходить, но, тем не менее, уже пора начинать. Да, вот я вижу наше докладчество, уважаемая. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник, зав. сектором языкознания Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики Тыва. Мы приветствуем вас на нашем заседании дискуссионного клуба, это 34-е заседание сегодня у нас происходит, и мы заслушаем доклад Байлаф Чашуровны под названием «О разработке документа. Стратегия государственной поддержки развития туинского языка в период с 2024 по 2033 годы». И мы очень ждем ваш доклад и вас внимательно слушаем. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Меня слышно, да? Да, слышно. Раз, раз. Слышно меня? Ага. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я очень рада приветствовать вас всех. И для меня, на самом деле, большая честь выступать с докладом перед такой уважаемой аудиторией, перед учеными, которые делают все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить и изучить языки и культуру народов России. Я, как представитель тувинского народа, выражаю вам огромную благодарность за ваш труд. А сейчас разрешите мне начать свой доклад. Так, демонстрация с экрана, да? Сюда надо нажать. Видно, да, документ? Так. Да, документ видно, но он в таком формате не презентации, не демонстрации, а просто редактируемого документа. Ну, в принципе, можно и так оставить, если... Мне удобно просто так... Если вам так удобно, то давайте так оставим, да. А то я потом не смогу сориентироваться в этих номерах. О разработке документа «Стратегия государственной поддержки и развития тувинского языка в период с 2024 по 2033 годы». В 2022 году по указу главы Республики Тыва Хавалыга Владислава Товарища Таврича о Государственной комиссии по вопросам реализации языковой политики и сохранения национального языка в Республике Тыва была создана группа по разработке проекта «Стратегии развития тувинского языка на 10 лет». Взяла на себя ответственность за это важное дело инициативная группа. В состав которой вошли не только члены комиссии, но и другие специалисты по тувинскому языку. В нами были изучены статьи Конституции Российской Федерации и Республики Тыва, касающиеся статуса русского и национальных языков Российской Федерации. Рассмотрены положения стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Законов о языках народов Российской Федерации, о языках в Республике Тыва, закона об образовании. Мы рассмотрели документы, определяющие стратегии развития национальных языков Российской Федерации, стратегии развития бурятского языка на период до 2030 года, стратегии деятельности Общественного совета по развитию калмыцкого языка при главе Республики Талмыкия, стратегии языкового развития в Республике Саха, Якутия и ознакомились с проектом федеральной программы по сохранению и развитию языков России, которую разработали сотрудники Института языкознания РАН. Мы также ознакомились с исследованием по языковой ситуации в Республике Тыва, которые ранее проводились специалистами в области социолингвистики и тувиноведения. Затем нами был проведен анализ сегодняшнего состояния тувинского языка. Исследование проводилось на основе включенного наблюдения, опроса и анкетирования. Целью сегодняшнего доклада является освещение проблем функционирования тувинского языка в Республике Тыва, обозначение перспектив его развития как одного из государственных языков на территории Республики Тыва, изложенных в содержании документа «Стратегия государственной поддержки развития тувинского языка в период с 2024 по 2033 годы». Всероссийская перепись населения 2020 года показала, что в Российской Федерации проживают 303 тысячи тувинцев. Указывается, что из них тувинским языком владеют 82%, русским языком владеют 93% человек. Перепись также показывает, что 51% населения Тувы проживает в городе. Если смотреть на эти цифры переписи, то можно предположить, что тувинский язык имеет прочные позиции и беспокоиться вроде как не о чем. Но разрешите напомнить, что по данным ЮНЕСКО тувинский язык вошел в число уязвимых языков планеты. И по определению типов развития языков тувинский язык относили к группе относительно стабильных перспективных языков в 2019 году. А в 2022 году ученые уже констатируют начало процессов языкового сдвига. Конституция Республики Тыва и закон о языках в Республике Тыва указывают, что на территории республики тувинские и русские языки были признаны равноправными государственными языками. Но проведенные в 2023 году наши исследования в Республике подтверждают результаты последних социолингвистических исследований, а именно показали сужение общественных функций тувинского языка во всех сферах общественной жизни. Анализ показал, в государственном управлении и других регламентированных официальных сферах вся деятельность и документооборот идет преимущественно на русском языке. В сфере средств массовой информации происходит сокращение количества газет на тувинском языке, а также их тиражей. На государственном телевидении на тувинском языке ведется один раз 15-минутная передача, новостная передача. Региональный телеканал ТВ-24, транслирующийся в сетке Федерального общественного телеканала ОРТ, преимущественно вещает на русском языке, и одна только передача ведется на тувинском. Если раньше велись еще радиопередачи на русском и тувинском языках, то сегодня прекратилось кабельное радиовещание. Отмечаем также отсутствие теле- и радиопередач на тувинском языке для детей и молодежи. В области культуры и книгоиздания тувинский язык функционирует как язык сценического искусства, но театральные постановки в основном ориентированы на взрослого зрителя. На тувинском языке идет мало представлений для детей и юношества. Театр кукол работает в основном на русском языке, потому что там режиссер, русскоязычный человек. Поэтому чисто из таких, наверное, причин театр кукол в основном ставит спектакли для детей на русском языке. В книгоиздании сокращаются тиражи книг на тувинском языке. Выходит всего от 300 до 1000 экземпляров. В малом количестве издается и детская литература на тувинском языке. Большой проблемой является то, что сегодня очень мало современных авторов, которые пишут на тувинском языке для детей и юношества. Отсутствует адаптированная литература на тувинском языке для разных целевых групп читателей, а также читателей с разным уровнем владения тувинским языком. В науке отмечается недостаточность научных кадров и ставок научных учреждений. Тем не менее, отмечается потребность в исследованиях по тувинскому языку с точки зрения современного развития науки о языке, вопросов диалектологии, лексики, грамматики. Ощущается острая необходимость не только в новых переводных и толковых словарях, но и в специальных терминологических, частотных и других видов словаря. В сфере современных информационно-коммуникационных технологий тувинский разговорный язык активно функционирует в социальных сетях. Все официальные сайты, тогда как все официальные сайты, во-первых, мало дают информации на тувинском языке. Новости публикуются сначала, официальные новости публикуются сначала на русском языке. И только через один-два дня, когда уже новости не так уж актуальны, они появляются на тувинском языке. В сети интернет в настоящее время существует ТВ-Википедия, несколько онлайн-словарей, разработана тувинская раскладка клавиатуры. В то же время практически отсутствуют обучающие тувинскому языку интернет-ресурсы. Нет полноценного корпуса тувинского языка. Для мобильных устройств на тувинском языке доступно только несколько приложений. Это словари, разговорники, несколько. Приложение о тувинских традициях одна появилось недавно. Создана тувинская раскладка клавиатуры для систем Android и iOS. Нет, опять-таки, приложений, мобильных приложений, обучающих тувинскому языку, хотя они могли бы быть очень эффективны сейчас. А теперь позвольте, вот вкратце в этих сферах тувинский язык находится в таком вот очень ограниченном положении. А теперь позвольте немножко подробнее остановиться на сфере образования. По языковой компетенции в настоящее время в республике складываются три группы тувинских детей. Это дети билингвы, которые хорошо владеют и родным тувинским языком, и русским языком. Вторая группа – это дети, которые знают свой родной язык, но плохо или в недостаточной мере владеют русским языком. Третья группа – это дети, которые владеют только русским языком, не говорящие на языке родителей и полагающие, что родной язык для них необязателен. Как правило, родители этих детей считают, что родной язык, предмет родной язык в школе – это лишний предмет, на который тратится время, школьное время. В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Закона об образовании Российской Федерации, изучение родного языка и языка образования определяется свободным выбором родителей, как мы все знаем. И в связи с обязательностью сдачи ЕГЭ по русскому языку и изучением других дисциплин на русском языке, все больше родителей в выборе языка обучения предпочитают для своих детей русский язык. К тому же, по причине того, что Министерство образования Республики своевременно не подготовило учебно-методические комплекты национально-регионального компонента, содержание для включения федеральных перечень, все образовательные организации, включая дошкольные образовательные учреждения, с 2018 года были вынуждены выбирать варианты учебных планов, по которым все обучение в Республике уже шестой год ведется только на русском языке. Так тувинский язык прекратил свое функционирование как язык образования и воспитания. Жизнь показывает катастрофичность такого положения для тех тувинских детей, которые приходят в школу со слабым знанием русского языка. И без того объективно сложный для ребенка процесс обучения, формирование новых знаний на языке, которого он не знает, оказывается провальным. Страдает обучение, страдает развитие школьника, возникают личностные проблемы. Есть случаи, когда такого ребенка, не умеющего формулировать свои мысли на русском языке, на чужом для него языке, отправляют в классы с задержкой психологического развития. Так тувинский язык и тувинская литература остались только учебными дисциплинами. При этом обнаруживается, что большинство школ в республике работает по рекомендованному ФГО третьего поколения, второму варианту учебного плана, в котором общее количество часов для тувинского языка и тувинской литературы в начальном и общем образовании составляет всего 16 часов. Это в 4 раза меньшее количество часов, отводимых на русский язык и русскую литературу, там 66 часов. И в 1,3 раза меньшее количество часов иностранного языка, там 21 час. Я бы хотела еще немножко рассказать о результатах анкетирования, которые мы провели летом. В нем приняло участие 521 человек тувинской национальности. Из них 42% составили жители города, 58% это жители села. Респонденты указали, что они в той или иной степени владеют тувинским и тувинским и русскими языками. Возраст опрошенных от 23 до 49 лет. Вы можете видеть тут на экране две диаграммы. Первая диаграмма это результаты, демонстрирует результаты на вопрос анкеты и ответ на вопрос, на каком языке разговаривали с вами или разговаривают ваши родители. Мы видим, что абсолютное большинство опрошенных 23-49 лет молодых родителей, да, вот они, кроме того, что они, у них есть родители, ну и были родители, они, у них еще и дети, да. И 88% этих людей ответили, что их родители с ними говорили на родном тувинском языке. Так, и 7% на двух языках отметили. И только 5% ответили, что с ними родители говорили на русском языке. Так, и вторая диаграмма показывает ответ респондентов на вопрос, на каком языке разговариваете вы со своими детьми. Мы видим, что 42% опрошенных ответили, что разговаривают со своими детьми на тувинском. И на русском языке говорят с детьми 51%. 7% ответили, что с детьми говорят на обоих языках. И вот этот, даже кусочек вот этой анкеты показывает, что сегодняшние молодые родители 23-49 лет и есть то поколение, на котором как раз вот на этом поколении как бы функционирование тувинского языка, то есть передача молодому поколению родного языка очень резко сокращается. Таким образом, исследования подтверждают сужение общественных функций тувинского языка во всех сферах и начало процессов языкового сдвига у молодого поколения, которое было отмечено в 22-м году учеными. Наблюдается недостаточное понимание важности знаний родного языка в обществе. Все больше родителей в выборе языка в образовательных учреждениях предпочитают для своих детей русский язык как язык обучения. Сфера образования ориентирована на изучение русского языка и обучение всех предметов на русском языке на всех ступенях образования, начиная с дошкольного. Отсутствие цифровых продуктов и малая доля средств массовой информации и телевизионных передач на тувинском языке определяет выбор языка информации в пользу русского языка. Поэтому сегодня даже в сельской местности, где проживает в основном моноэтничное тувинское население, дети переходят на русский язык. Отход от традиционного образа жизни, уклада жизни тувинского населения, экономическая нестабильность в республике, стимулирующая процессы урбанизации, а также внутреннюю и внешнюю миграцию, также способствует снижению языковой компетенции в отношении родного языка у тувинцев. Главными причинами являются неисполнение законодательства об использовании тувинского языка как одного из государственных языков на территории республики Тыва, отсутствие последовательных мер поддержки тувинского языка, недостаточного финансирования государственных программ по развитию тувинского языка в достаточной степени и унификации системы образования. Для поддержки тувинского языка и выравнивания языковой асимметрии функционирования государственных языков в республике Тыва был разработан документ стратегия государственной поддержки развития тувинского языка вперед с 2024 по 2033 годы. Принят указом от 21 августа 2023 года. В основу стратегии положены следующие принципы. Первое. Исходить из того, что тувинский язык является одним из важных стратегических ресурсов устойчивого этнокультурного развития тувинского этноса и основным фактором обеспечения национального самосознания тувинцев. Второе. Действовать в интересах сохранения и развития тувинского литературного языка на территории республики Тыва, а также его дилектных форм как основных источников обогащения и развития. Третье. Придерживаться позиции государственной поддержки развития паритетного тувинско-русского и русско-тувинского билингвизма как одного из факторов, обеспечивающих межэтническое взаимопонимание и гармоничное развитие в современном обществе. Четвертое. Исходить из интересов деятельности всех субъектов языковой политики необходимость проведения основных направлений языковой политики в республике с участием гражданского общества, его институтов, общественных, научных, некоммерческих, коммерческих организаций и объединений. Ориентироваться на расширение масштабов языкового межкультурного взаимодействия тувинцев с представителями тувинского этноса, проживающими за пределами республики Тыва и с другими народами России. Целью стратегии является разработка системных мер государственной поддержки, развития и функционирования тувинского языка в различных сферах жизни тувинского общества на фоне значительного сокращения его использования и реальной угрозы исчезновения. Основными задачами стратегии являются обеспечение государственного, правового, законодательного и финансового сопровождения мер и мероприятий, направленных на сохранение и развитие тувинского языка, а также паритетного тувинско-русского и русско-тувинского билингизма в республике Тыва, создание условий для полноценного функционирования тувинского языка в республике Тыва и остановка языкового сдвига, восстановление передачи родного тувинского языка деревьям в естественных условиях. Структура стратегии включает в себя следующие пункты. Первый пункт – это пункт «Общее положение», где дается общая информация о тувинском языке, указывается на значение стратегии, направление и область ее применения. Указывается, что стратегия призвана выработать систему ориентиров для выстраивания долгосрочных планов поддержки и развития тувинского языка, направлено на активизацию деятельности всех заинтересованных субъектов языковой политики в республике Тыва и разработку согласованных мер всех субъектов языковой политики по поддержке тувинского языка, расширению его общественных функций и повышению его престижа, сохранению и развитию норм и богатства тувинского языка, формированию и развитию тувинско-русского и русско-тувинского билингизма. В пункте 2 современное состояние тувинского языка приводятся сведения о правовом статусе тувинского языка сегодня. Представлена аналитическая справка о роли тувинского языка в общественной жизни, обозначаются существующие проблемы, о которых мы уже говорили выше. В пункте 3 цели, задачи, принципы и приоритетные направления стратегии выделены цели, задачи и приоритетные направления, по которым требуется решение комплекса практических задач. Речь идет о 10 сферах, включая и неофициальную сферу общения. Это сферы законодательной деятельности, государственного и муниципального управления, образования и науки, средств массовой информации, культуры, искусства и книгоиздания, духовного развития и религий, современных информационно-коммуникационных технологий, других официальных сфер, сельское хозяйство, здравоохранение, экономика, транспорт и так далее, и неофициальной сферы общения. В пункте 4 механизмы реализации стратегии перечисляются. Такие конкретные механизмы, как создание государственного совета по вопросам реализации языковой политики и сохранению национального языка в Республике ТВА с ежегодным отчетом в День тувинского языка, основанным на предварительном мониторинге эффективности реализации плана стратегии, разработка и утверждение государственных программ по государственной поддержке развития тувинского языка, введение новых образовательных программ в Тувинском университете, а также грантовой поддержке проектов, направленных на изучение, популяризацию и повышение престижа тувинского языка. В пункте 4 заключительное положение говорится, что стратегия принимается с учетом общественного мнения и широкое обсуждение институтов, ответственных за состояние языковой ситуации и тувинского языка, утверждается нормативным правовым актом правительства Республики ТВА. Текст стратегии получил широкое общественное обсуждение на расширенном ученом совете Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики ТВА, на заседании терминологической комиссии при правительстве Республики ТВА, на заседании профильного комитета Верховного Курала Парламента, на заседании Государственной комиссии при главе Республики ТВА по вопросам реализации языковой политики и сохранения национального языка Республики ТВА в средствах массовой информации и социальных сетях. Текст стратегии прошел экспертизу. Экспертами выступили специалисты в области социолингвистики и языковой политики. Это Биткеева Айса Николаевна, Иванова Нина Иннокентьевна, Сюрюна Аржана Александровна. Это те наши коллеги, которых мы хорошо знаем. Они нам высказали ценные замечания. Мы все их замечания учли, внесли, поступили и неофициальные отзывы от Филиппова Гаврила Гаврилевича, Дерхеевой Галины Александровны, Цибеновой Чечек Сергеевны. Мы очень благодарны. По пользу и случаю мы выражаем большую благодарность нашим коллегам, которые нам очень помогли при составлении этого документа. Я бы хотела еще несколько слов сказать о планах стратегии, которые охватывают 10 сфер использования языка. Когда я готовилась к этому докладу, я сначала думала, что я буду излагать весь текст стратегии, но это документ, поскольку он очень большой, и в настоящее время мы как раз работаем с планом стратегии. Надо сказать, что мы этот план еще до конца не приняли, но завтра у нас состоится совещание Государственного совета по языковой политике. Это второе заседание по счету. После принятия документа стратегии, надо сказать, что мы еще, начиная с 2023 года, начали исполнять уже некоторые пункты, и первым пунктом, который указан был в механизмах, было создание Государственного совета, который будет контролировать реализацию стратегии. И первое заседание Государственной комиссии состоялось в ноябре 2023 года. И завтра у нас как раз на втором заседании одним из главных вопросов будет рассмотрение и принятие плана стратегии до 2033 года на 10 лет и обсуждение финансовых вопросов. Забегая вперед, я скажу, что у нас сейчас очень большие проблемы как раз по финансам, и завтра состоится этот разговор, и после чего, наверное, можно будет уже как-то, уже определены те конкретные ориентиры, конкретные работы, по которым будут работы и количество финансов, которые будут пущены на эти наши, вот обозначенные в плане наши действия. И вот сегодня, пользуясь случаем, я хотела бы очень вкратце показать план стратегии. Я, конечно, сюда включила большие пункты. Каждый пункт, конечно, подразделяется на мелкие подпункты, чтобы у вас как бы было общее впечатление о том, что у нас представляет план действий стратегии, я хотела бы тут немного это рассказать вам. Вот наш план в сфере законодательной деятельности включает разработку нормативных правовых актов, направленных на поддержку, сохранение и развитие тувинского языка в республике Тыва. Принятие нормативных правовых актов, направленных на поддержку и сохранение развития тувинского языка в республике Тыва. Разработка и принятие. И, в общем, по данному направлению еще в 2023 году осенью уже наш парламент подготовил документ, который завтра они также презентуют, покажут. И на самом деле они, конечно же, будут ожидать сначала шаги от Москвы. И в рамках того законодательства, которое будет принят после разработок вашего института, наверное, они, вот как они нам сказали, они будут как раз публично выступать за то, что они там, начиная с осени, разработали какие там у них документы, какой у них там документ уже готов. Они будут уже завтра уже они обещали, что будут рассказывать об этом. Вторая сфера – это сфера государственного и муниципального управления. Так планируется регулирование равного использования тувинского и русского языков при проведении официальных публичных мероприятий составления официальных документов. Второе – это разработка и реализация муниципальных программ развития тувинского языка и культуры с учетом территориальных исторических особенностей и особенностей введения хозяйства муниципальных образований муниципальных программ развития тувинского языка и культуры. Широкое вовлечение общественных формирований в процессы реализации муниципальной языковой политики. Создание на территории муниципальных образований билингвальной языковой среды Обеспечение научными кадрами научных организаций, проводящих исследования по тувинской филологии и методикам их преподавания, в том числе по межкультурной коммуникации Предполагается грантовая поддержка проектов, направленных на изучение и популяризацию тувинского языка и культуры В сфере образования планируется создание концепции и условий развития полингвальной школы путем выбора учебных планов начального и общего образования С обучением на родном тувинском языке и наибольшим количеством часов на изучение родного тувинского языка и литературы Проект концепции уже начал подготовку еще в осенью 2023 года Создание условий для изучения тувинского языка как родного и как государственного на всех уровнях образования Создание региональных электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих полноценное функционирование дидактических линий национально-регионального компонента Создание инновационных методов обучения литературным нормам тувинского языка на основе современных достижений мировой науки в области методики преподавания языков и IT-технологий Создание эффективных методик определения уровня владения тувинским языком для осознанного выбора языка обучения и дифференциации уровня изучения тувинского языка как предмета Создание электронных образовательных интернет-ресурсов по изучению тувинского языка для всех возрастных групп детей и молодежи Обеспечение образовательных учреждений педагогическими кадрами высокой квалификации Надо сказать, что сфера образования — это та область, в которой требуется огромная работа Сейчас, в настоящее время, обеспечение содержания образования лежит на Институте развития национальной школы, в котором сейчас работает всего 10 человек И из них только три человека являются научными сотрудниками, которые вот только три человека, а остальные являются специалистами, инженерами, лаборантами и так далее Поэтому для того, чтобы всю большую работу, которую мы запланировали, там еще в подробном плане расписываются планы по созданию учебно-методических комплектов Для детей, которые владеют на базовом уровне тувинским языком, которые не владеют языком, для детей, которые относятся к группе с проблемами по здоровью Вот такие вот комплекты по тувинскому языку, по тувинской литературе, по чтению Это для изучения тувинского языка и литературы как специальных дисциплин Кроме того, в начальной школе это учебно-метрические комплекты по природоведению, по искусству, по музыке и так далее Вот эта вся большая работа как раз вот должна вестись сейчас на очень таком вот уровне, который требуется для современной школы Опять-таки завтра будем как раз говорить о создании консорциума, который объединит все научные и образовательные, научно-образовательные учреждения в республике Учреждения культуры, библиотеки, которые объединятся в создании этих учебных линий Это как раз очень большой вопрос состоит в финансах И завтра министр образования делает по данной теме доклад И как раз вот я думаю, что завтра состоится очень серьезный разговор И будут с участием председателя правительства И завтра будут уже обозначены перспективы в данном направлении Именно в кадровом, в отношении кадрового обеспечения В области науки научный анализ проблем Необходим научный анализ проблем тувинского языка как компонента языковой ситуации Определение круга проблем и разработка приоритетных направлений исследований в области тувинского языка С учетом современных условий и требований Планируется научное изучение методики преподавания тувинского языка в поликультурной среде Предполагаются гранты на издание научной и научно-популярной литературы по тувинскому языку и литературе Подготовка и издание научно-популярной литературы для детей и юношества В сфере культуры, искусства и книгоиздания В план вошли такие пункты Расширение использования тувинского языка в массовых и зрелищных культурных мероприятиях Поддержка и развитие национальных и народных театров, литературных музеев, детских творческих коллективов Творческих объединений, популяризирующих тувинский язык Развитие и поддержка детского тувинского кино путем создания детской киноиндустрии Дублирование кино Осуществление специальной поддержки в публикации произведений тувинской литературы и фольклора Организация муниципальных образований культурных и семейных центров Популяризирующих языки культурные и семейные ценности тувинского и русского народов Проведение просветительской работы среди населения по популяризации тувинского языка и культуры Подготовка и производство обучающих игр, развивающие знания тувинского языка и культуры для детского и семейного досуга Создание мобильных аудиоприложений с лучшими произведениями тувинской литературы Трансляция радиоспектаклей на тувинском языке Предполагается грантовая поддержка и стимулирование литературного перевода произведений мировой и отечественной литературы на тувинском языке А также шедевров тувинской литературы на русский и другие языки И также можно сказать, что дублирование детских мультфильмов уже началось в рамках республиканских грантов Сотрудники нашего института перевели некоторое количество детских мультфильмов на тувинский язык Сейчас работа продолжается и достигнута договоренность с артистами театра об озвучке этих мультфильмов В сфере средств массовой информации Создание условий развития широкого распространения средств массовой информации на тувинском языке Поддержка СМИ и кабельных каналов, вещающих на тувинском языке В сфере духовного развития религии всего два пункта Поддержки и развития перевода на тувинский язык духовной и религиозной литературы Проведение терминологической работы по сбору и переводу религиозных терминов на тувинский язык Сфера современных информационно-коммуникационных технологий Вот этот пункт, он очень обширный В настоящее время уже мы разработали большой план цифрового развития тувинского языка до 1932 года И с 1923 года он уже начал реализовываться И в настоящее время уже какие-то у нас результаты имеются по созданию параллельных По переводчику, автоматическому переводчику И в июне этого года уже, 24-го года, наши сотрудники обещают Что будет как бы первая проба будет пущена вот в онлайн формате В формате переводчика тувинского языка Так, планируется цифровое развитие тувинского языка В этом плане цифровое развитие тувинского языка Использование современных цифровых технологий в создании словарей, переводчиков Систем проверки правописания, синтезатора речи, распознавателя речи И создание национального корпуса тувинского языка Так, девятое В других официальных сферах Мы считаем важным функционирование тувинского языка Не только в сфере культуры, науки, образования Но и в других сферах В сельском хозяйстве, здравоохранении, экономике Банковской деятельности, транспорте и так далее Предполагается поддержка функционирования тувинского языка на производстве Стимулирование корпоративной языковой политики Проведение терминологической работы по отраслевым терминским системам Создание тувиноязычной языковой среды Искового ландшафта в общественной жизни республики И на предприятиях тоже Создание информационных сообщений на официальных сайтах Организации на двух языках В предпринимательской деятельности На этикетах продукции, производимой на территории республики ТВА Описание осуществлять на двух языках тувинского Но это уже как бы частные вещи Тут в неофициальных сферах общения Необходимо формирование устойчивой мотивации родителей К передаче родного тувинского языка детям Обеспечение условий для использования современных технологий Для передачи родного тувинского языка между поколениями И в заключение я как раз по ходу выступления Уже немножко говорила об этом Составлена сейчас дорожная карта с планом действий С 2024 по 2033 год Некоторые работы уже начали реализовываться Те работы, которые не требуют, как правило, финансов Они уже идут Создан Государственный совет по языковой политике Разработаны Верховным Куралом республики ТВА Нормативные правовые акты Направлены на право поддержки и сохранения и развития тувинского языка В республике ТВА Только они пока не приняты Разработана государственная программа Государственная поддержка развития тувинского языка И паритетного двуязычия в республике ТВА На 2024 и 2028 годы Составлен план по созданию условий для функционеров тувинского языка Как языка воспитания, обучения и изучения На всех ступенях образования на территории республики ТВА Это план как раз Министерства образования План Института развития национальной школы Сюда же Входит как раз План по созданию Консорциума По созданию учебно-метрического комплектов По тувинскому языку И другим дисциплинам Которые будут преподаваться на тувинском языке И реализуется план цифрового развития тувинского языка До 1932 года Вот пока у меня все Спасибо большое за внимание Я надеюсь, что Общее представление о Стратегии О развитии государственной поддержки Развития тувинского языка Наверное, у вас уже сложилось И сегодняшнее положение тувинского языка Также я постаралась Вам Показать то, что Наши результаты представить И Спасибо вам большое Я готова ответить на Ваши вопросы Да, большое спасибо Байлаг Чашововна Исключительно У вас такой был Внятный и четкий доклад Все очень понятно, мне кажется Но В то же время Вопросов наверняка тоже будет много Потому что это всех Всех интересует И Пожалуйста Первый вопрос Тамерлан Сбойте Слышно меня? Добрый день, коллеги Да, слышно Спасибо большое за доклад Очень интересно К сожалению Я сначала не успел послушать Но Все-таки Системность работы Она Очень радует Что к тебе Вот так Подошли Обстоятельно К сохранению Развития родного языка Спасибо большое Вот Меня интересует Такой момент Как В слайде Было упомянуто Что стратегия Объявляет В сфере Предпринимательской Что Этикетки Товаров И так далее И так далее Ну в общем Товары В работу Слуг Должны Быть На двух Государственных Языках Республики Товар Вот Статья 8 По-моему Закона О защите Прав потребителей Ограничивает Федерального Закона Ограничивает Вот это Вот эту Обязательность На всей территорийской Федерации И только По Желанию Товара Производителя Или производителя Работу Слуг Это возможно То есть На добровольной Основной Как Предполагается Реализовать Вот этот Момент На территории Субъеки Товара Стимулы Какие-то Может быть Еще что-то Вот это Один такой У меня вопрос И вот Хотелось бы Чуть подробнее Про цифровое Развитие Туринского языка План вот этот Потому что Перспектива Цифровизации Языков Она во-первых Очень дорогостоящая Во-вторых Она без нее На мой взгляд Языки Не имеют Вот этой самой Перспективы Будущего И вот Чуть подробнее Расскрыть Если можно Спасибо За вопросы Первый Вопрос По Этикетке Да По тому Как мы Собираемся На самом деле Вот Продукты Которые Производят Тувинск На территории Республики Тыва Они частично Уже Как бы Содержат Это 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 касается В основном Конечно Тех продуктов Национальных Продуктов Да Они Как бы Уже Частично Содержат Но Мы бы хотели Чтобы Все предприниматели Не только Вот Ограниченное Количество Предпринимателей Это все Это конечно Понимают Но Наверное Тут Мы будем Пользоваться Средством Массовой информации Рассказывать Людям Это просто Как бы Конечно Предприниматель Он может Может быть Против Он может Как бы Не соглашаться Но Все равно Мы Будем пытаться Это конечно Внушить Всем Кто Ну вот Работает На территории Республики Тыва Производит Продукцию Чтобы Просто тот Сам факт Того Что они Находятся На территории Республики Тыва Как бы Где Преимущественно Живут Носители Тувинского языка Ну Чтобы У них Было Понимание Этого Надо Просто Доносить Для До Предпринимателей Мне кажется Это просто Имеется ввиду Идеологическое Воздействие Пропаганда Это все Да Да Налоговых Каких-то Льгот Стимулов Не предполагается Наверное Нет Методологическое Содействие Там Организационные Какие-то Навигационные Системы Что-то переводились Там Готовые Там Дизайн Этикеток Может быть Еще что-то Варианты Нет Наверное Нет Это Чисто Так Наши пожелания И Которые Просто Вот Надо будет Просто с людьми Работать Объяснять И Второй Если Если Можно Я Как Ремарку Добавлю Моя позиция Как Турист Что Сфера Потребителя Она Связана С правами Потребителя На Информацию О товаре Работе И услуге В этой части Вот Это Стратя Восьмая Федеральная Закон Она Чуть-чуть Ограничивает Потребителей На Которые Особенно Это бывает В возрасте Когда Недостаточно Хорошо Владеют Языком Языком Государственной Российской Федерации И Даже Если Владеют То Право Доступа К товарам Работам И услугам И Описанию На Других Государственных Языках Мне кажется Это Право Потребителя Особенно Если Диабельщики И так Далее Связаны С тем Что Содержание Сахаров Продукты То есть Мы Получаем Например Продукты Питания Или Некрасные Средства Где В Разворотах Там Инструкции Бывают Там Языки Белорусский Казахский Любые Другие Поэтому Уделюсь Что Такая Позиция У вас Стратегия Казалась Я Извиняюсь За Ремарку Не мешаю По цифровизации Да По цифровизации Я тут Это У вас Наверное На экранах Вордовский Документ Показался Да План мероприятия Стратегии Нет Нет Сейчас Сейчас Ничего Нет Выключили Да Тогда Я у себя В ноутбуке Открою Этот весь План цифровизации Я посмотрю Если быть Точно Сейчас Это все У меня Должно быть В общем Этот План Цифровизации Охватывает Целый Комплекс Так Мер По цифровизации Образования Например Создание Региональных Образовательных Ресурсов Которые Будут Обеспечивать Учебный Процесс Электронными Носителями Информации Например Для Всей Так Для Школьников Это Электронные Словари Учебные Словари Так Сейчас Это Создание Параллельного Корпуса Создание Корпуса Художественных Текстов Сейчас В настоящее Время В интернете Работает Электронный Корпус Тувинского Языка Но К сожалению Нет Там Не созданы Как бы Анализаторы Так 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 В плане Взаимодействие Может быть С искусственным Интеллектом Современной Системы Как-то К языку Приспосабливать Вот это Все Ну Как бы Нет Да У нас Вот сейчас Сейчас Как раз Вот Начиная С 24 Года Запланирован На Разработка Системы Проверки Правописания Тувинского Языка Так Создание Машинного Переводчика Тувинского Языка Вот С 24 Года Начинается Наши Янекс Переводчик Да Да Наши Сотрудники Работают Совместно С Московскими Коллегами С Татарскими Коллегами Поэтому Сейчас У нас Я Конечно Это Не сильно Разбираюсь В этом Я просто Как заведующий Сектором Помогаю Подсказываю В основном Эту работу У нас Выполняет Он датчу Геннадьевич И Мы с ним Разработали Вот такой Большой План И он По плану Идет И завтра Тоже он Будет Докладывать Как С прошлого Года У него Началась Работа И Как раз Вот Я знаю Что Как раз По Переводчику Работы Идут Уже Эффективно В прошлом Году Мы Подключились К К Сбору Параллельных Фраз Населения Около 300 Человек Начинают Начали С прошлого Года Собирать Параллельные Фразы Набирать Загружать В интернете И Он Сказал Что Уже Как бы Собрано Необходимое Количество Фраз Сейчас У нас 24 Года Как раз Сейчас Начнется Проверка Вот этих Собранных Фраз На предмет Ошибок Опечатков И так далее И вот Летом Будет запуск Так Далее Планируется Создание Электронных Форм Словарей Разных Словарей Разработка Формализованной Грамматики Тувинского Языка Создание Морфоанализатора Системы Распознавания Тувинской Речи Создание Синтезатора Тувинской Речи Но это 27 28 Годы Дальше До 33 Года Продолжение Работ По созданию Баз Данных Подкорпусов То что у нас Имеется В локальном Доступе Национального Корпуса Со всеми Подкорпусами У нас Пока что Есть Пока Есть Параллельный Корпус В таком Вот Небольшом Количестве Корпус Художественной Литературы Дальше Он Пополняется Силами Научственных Сотрудников Преподавателей Университета Аспирантов Студентов Планируется С 27 По 33 Год Создание Электронного Комплексного Словаря Тувинского Языка Это В основном Учебный Словарь Так Система Разработка Система Проверки Правописания Тувинского Так Разработка Нейронных Языковых Моделей Создание Синхронного Переводчика Тувинского Языка Вот Такие Планы До 33 Года У нас Расписаны В общем Дальше Идет Разработка Словаря Поддержки Для программ Распознавания Текста На Тувинском Языке Так Вот Вот Такие у нас Работы Планируются По цифровизации Тувинского Языка Спасибо Спасибо Ольга Анатольевна Пожалуйста Спасибо Ну Во-первых Огромное Спасибо Байлак Чашоловна За ваш доклад Очень Фундаментально Интересно И С точки зрения Описания Ситуации Языковой Которая Конечно Огорчает Несколько Потому что Тува Всегда Как-то В представлении В моем Ограниченном Была Республика Где держится Язык Ну вот Видно Что и Там Тувинский И Спасибо Спасибо за Представление Вашей Программы У меня По программе У вас там В конце Программы Есть пункт Где Промелькнуло Снова Снова Мотивация Создание Мотивации Для Вот Мне Представляется Что это Самый Тяжелый Момент Не только Вашей Программы Но и Любой Программы По поддержке Языков Нельзя ли Подробнее Раскрыть Каким Образом Вы Предполагаете Создавать Эту Мотивацию Спасибо Да Мотивировать В сегодняшних Условиях Очень сложно Тут мы Включаем Конечно Я не все Рассказала В области Культуры Мы Сотрудничаем Очень тесно С центром Тувинской Культуры Открыто Мы Конечно Тувинский Язык Будем Популяризировать Мотивировать Его Изучать Через Культуру Думаем В этом Нам помогает Центр Тувинской Культуры Открыты У них Детские Кружки Для детей По изучению Фольклора Песен И Они Проводят Время От времени Как бы Не сказать Что беседы Там Обсуждаются Например Недавно По сказительскому Искусству Популяризация Популяризация Сказительского Искусства У них Там Проект Сейчас Идет И Популяризация Народных Песен И вот Через эти Народные Песни Через Кружки Которые Они Проводят Не только В своем Центре Но и В школах Привлекают Детей Через Фольклор Через Песни Наверное Только Так И Мы Разговаривали С учителями Школьными Учителями Которые Соглашаются С нами Сотрудничать Как раз В такой Сложной Работе С Родителями С родителями Для Обсуждения Как раз Вот На родительских Собраниях Мы Подготовили Ну вот И сейчас Готовим Как бы Такие Вот Выдержки Из истории Тувинского Языка Из истории Тувинцев Из Истории Тувинских Родов Ну вот Надо Просто Это все Рассказывать Людям Чтобы Понимали Что Это важно Что Культура Без языка Никак Что И вообще Тувинцы Без языка Уже Нет тувинцы Только Вот так Вот Наверное Только Через беседы Через Работы С родителями В основном Это У нас Молодежь Нужно Привлекать К изучению Языка Поэтому Надо с родителями Тоже С детьми В школах Вот такие Вот беседы Надо проводить Мы В план Уже 24-го года Внесли Такие Вот Мероприятия Спасибо Но Вот Опыт Других Регионов Где Тоже Таким Путем Идут Показывает Что Этого Просто Абсолютно Недостаточно На Эмоциональном Компоненте Мотивация Нынче Такая Вот Полная Не Создается Вы не Пробовали Думать В сторону Скажем Выделение Каких-то Рабочих Мест Где Необходимо Знание Тувинского Языка Вопрос Есть ли Доплата Учителя За владение Тувинским А Таких Мест Рабочих Где Необходимо Знание Тувинского Языка Наверное Наберется Тем более У вас Республика Наберется Довольно Много Это И аппарат Административный Это И Вот Культурно Досуговые Центры Где Ну Просто Полно Народу Работает Без Знания Языка Региона Вот В ту Сторону В сторону Материальной Заинтересованности Потому Что Опыт И Нашей Страны И Мировой Опыт Показывает Что Без Этого Мотивация Не Создается Все Равно Как Это Называется ЕГ Перевесит Вот Ведь Что Эти Прекрасные Истории К сожалению Да Я Я С Согласна Мы Как Раз Тут Запланировали Еще Курсы По Повышению Квалификации Для Журналистов Для Сотрудников Администрации Муниципальных Муниципалитетов По Тувинскому Языку Для Желающих В прошлом году Когда Университет Организовал Курсы Для Детей По Тувинскому Языку Не Курсы А Кружок По Тувинскому Языку Летний Лагерь Языковой Лагерь С Изучением Тувинского Языка Туда Ведь Пришли Не Только Дети Тувинские Дети Туда Пришли Русские Дети Которые Изучали Тувинский Язык И Из-за Того Что У нас Как Б Такой Вот Практики Такой Большой Нет Это Преподавание Тувинского Языка Для Неносителей В Университете Преподаватели Тут же Очень Быстро Как Создали Это Учебник Не учебник А вот Особие Маленькое Вот Такой Вот Для Детей Вот Немножко Вот Понемножку Мы С этой Стратегией С разработкой Весь 23 год Выступали В Соцсетях По Телевидению У всех Было На слуху Вот Этот Документ Поэтому Вот Потихонечку Вот Даже Вот Из Просто Моих Знакомых Начали Уже Искать Людей Обращаются К нам В институт С просьбой Дать Частные Уроки Для Их Детей Которые Хотят Изучать Тувинский Язык Вот Это Очень Пропаганда Мне кажется Сыграла Свою роль И Некоторые Дети Ну Я не скажу Что очень Много Детей Но Начали Уже Получать Уроки Тувинского Языка Ну Это Замечательно Но Материальная Заинтересованность В нынешнее Время В знании Тувинского Языка Это На самом деле Очень важный Момент И Этим путем Идут Практически Особенно Если учесть Что у вас Республика То есть В ваших Руках Вот Установление И рабочих Мест Соответствующих И доплат Спасибо Андрей Александрович Можно мне вопрос Ну Сейчас все-таки По порядку Поднятия рук Я запомню Ваш вопрос Да Да Белоруссия У нас просто Сходная ситуация Да Ну Видите Тут Есть Череда Поднятых Рук Я все-таки Тогда в порядке Их появление И вам обязательно Тоже дам слово Ржан Владимировна Пожалуйста Да Спасибо Спасибо Баяна Чашовна Да За такой Прекрасно Структурированный Доклад И за Изложение Самой Стратегии Которая Ну просто Очень хороша Будем надеяться Что Будет Реализована Я бы хотела Во-первых Сделать Комментарий Да Касательно Вот Был вопрос Вот Относительно Тувинского Языка Вот на Этикетках Ну и тому подобное Да Это вот Коммерческое Использование Ну вот Слышали ли вы Коллеги Да Что ведь Недавно был внесен Законопроект Госдумы Да Где говорится о том Что все вывески Рекламы И товары Должны быть написаны Только на Русском языке Это группа депутатов Хинштейн И другие Внесли Да Такой законопроект Если посмотреть На сайт Госдумы Там написано Что он находится На рассмотрении И где-то там На апрель Поставлен Этого года Так Включу Примерную программу Решение Государственной Думы На апрель 24-го года Вот Так что Ну Посмотрим Чем дело Кончится Вот Ну и Это был комментарий Да Значит И Собственно Вопрос У меня Два было Вопроса Да Первый Относительно Я немножко Наверное Чего-то не услышала Потому что у меня Компьютер Так стал работать Да Буквально Последнее время Видимо Операционная система Часть Вообще Два раза Выкидывала Меня из зума Так что Прошу прощения Если вы уже сказали Да Я тут спрашиваю Вот Насчет финансирования Там вот я посмотрела Да Вот помимо Ольга Анатольевна Сказала про мотивацию А ведь еще Такой Больной вопрос Кроме мотивации Вопрос Да Финансирования Ну собственно Вещи-то связанные Да Вот Там вот Такая вот Львиная Доля всего того Что там записано Да Это и гранты Да Вот языковые курсы Издания литературы Киноперевод И так далее Все это завязано Как бы на деньгах Да Вот Ну вы сказали По-моему Что завтра Да Это в том числе Будет рассматриваться Да Вот если Не пропустила Ничего Но вот Как вы думаете Вот насколько Вот Ну Как это вообще Все будет выглядеть Каковы вот ваши прогнозы Да Потому что например Вот вы говорили Что вы консультировались Там с другими республиками Да С Татарстаном В том числе Да Татарстан Видеделяет Очень большие деньги Там например Онлайн Школа Там Анателья Да Она ведь полностью На республиканском бюджете Да Как в этой ситуации Вот выглядит Республика Тыва И второй был вопрос Вот касательно Вот широты Общественной поддержки Вот вы говорили Да Что вот Три группы родителей Там да Выделяется И одна из них Вот Которая считает Что у нас Зачем детям Одной язык Да Вот Ну Была ли там Информация Насчет Как бы Немножку процентного Соотношения Да Сколько Те кто думает Так И те кто думает Иначе Вот Вот Все-таки Какова она Ну вот сейчас Вот вы немножко Сказали Да Что вот Пока обсуждала Стратегия Там как-то Появился интерес Да И так далее Конечно Общественное мнение Можно формировать Да Но тем не менее Вот как вы думаете Вот Про широту Общественной поддержки Спасибо По финансам У нас как раз Самый больной вопрос Семь с половиной Миллиона Всего Выделялось До этого Да На развитие Тувинского Языка И В общем Почему Сейчас мы Говорим Про Объединение Научных И Научных И образовательных Центров В деле Как раз Создания Научно-популярной Литературы Для детей Для создания Видео Каких-то Вот Ресурсов Цифровых Ресурсов Для детей Да На самом деле В фондах Той же библиотеки Тех же библиотек Того же театра В фондах Архива Архива Государственного Архива В фондах Института Университета Очень много Содержится Информации В виде Продуктов Тех проектов Которые были Созданы Ранее В театре Это спектакли В университете Это Как бы Когда мы Работали в университете Над проектом Ландшафт Увы Да Там это Это все базы данных Фотографии Каких-то видео Таких сюжетов Базы данных Это Собранные Магистрантами Аспирантами Материалы Все это Лежит Как бы У каждого У каждой Организации По отдельности И Вот это Вот это Вот все Нужно Собрать Сейчас Чтобы Все Это Внедрить В эти Электронные Ресурсы В эти Видео Какие-то Вот Продукты Для детей Да Да Для Расстаскивались В разные Сферы В разные Институты Подведомственные Министерства Образования Все это Нужно Теперь Собрать Чтобы Как раз Завтра Министр Образования Делает Доклад По Этой Теме И Частично В финансовом Отношении Вот Сейчас Если Работать В институте Всего Три Научных Сотрудника Да Мне Кажется Вот Это Должно Помочь Собрать Как раз Вот Как бы Научных Сотрудников В одном Месте Все это Собрать Обратно В институт Чтобы Те Работа Институт Уже Начал Работать В полную Меру В полной Мере Полную Силу Чтобы Нот Сделать То Что Они Запланировали Да Институт И Наш Институт Институт Гуманитарных Исследований Мы Тоже Уже С Прошлого Года Наши Историки Тоже Помогают В Разработке Учебников История По Историю Тувы Чисто Из Таких Вот Пока Что Из Таких Личных Побуждений Пока Что Мы С Прошлого Года Сотрудничаем С Институтом Развитие Национальной Школы А вот В этом Году Вот Как раз Вот Мы Думаем Что Частично Этот вопрос По Кадрам Будет Будет Решен Нашим Министерством Образования И Дальше В общем Действительно Финансовая Составляющая Вот Нашей Стратегии Очень Серьезный Вопрос Завтра Недаром Сам Представитель Правительства Будет Присутствовать И Будут Решаться Вот Эти Вот Я На эти Вопросы Пока Не могу Полностью Дать Ответа Поэтому То Что Мне Известно О чем Я могу Говорить Я Сейчас Вот Как Раз Об Это Завтра Наверное Все Таки Будет Известно Много Как Мы Дальше Пойдем Как Мы Будем Это Все На самом Деле Речь Идет О Больших Сумах Спасибо Айса Николаевна Пожалуйста Добрый День Уважаемые Коллеги У меня Наверное Комментарий Как Возник По ходу Доклада Байлов Спасибо Большое Очень Подробный Но Наша Группа Работала С Тугой И Байлаг Чешуловна И Коллеги Мира Викторовна Очень Активно Помогали Нам В исследовании Ольга Анатольевна Сказала Про Момент Мотивации И Из Опыта Общения С Информантами У меня Сложилось Впечатление Что Тувинцы Самые Мотивированные И Байлаг Чешуловна Не Зря Несколько Раз Сказала Надо работать С людьми Вот Эта Работа С людьми Она Самая Действенная Мне так Показалось Потому Что Действительно Вот Эти Мероприятия По Сохранению И так далее Они Не дежурные В Туве Они Постоянно Периодически Проходят Это И педагогические Конференции И Просто Какие-то Общественные Организации То Есть Люди Не дежурно Сказываются Что Там А Действительно Они душой болеют И вот На самом деле Когда Нас попросили Прочитать Стратегию Высказать Какие-то пожелания Что бросилось В глаза Что Власть Слышит И очень Активно Участвуют Да То есть Ну Конечно Финансовый Вопрос Наверное Для всех Регионов Самый Сложный Но Даже На уровне Текста Этой Стратегии Видно Что Ну Вот Все структуры Признают Свою ошибку Что в 2017 году Изменился Образовательный Ландшафт Били Изменены Введены Русскоязычные Учебники И так далее А ведь Это не все Имеют Такую Смелость Я имею ввиду Именно Правительственный Государственный Уровень Признать Ошибку Что Билингвизм В Туве Весьма далек От паритетного И двустороннего И если Немательно Прочитать Сам текст Стратегии А я считаю Что эта стратегия Она Как сказать Ну Показательная И на нее Следует Наверное Другим регионам Может быть Как-то Ориентироваться Именно Достижение На результат И там Прописаны Конкретные Механизмы Это Создание Государственного Совета По вопросам Реализации Языковой Политики Сохранения Национального Языка В республике С ежегодным Отчетом В день Тувинского Языка Мне кажется В Татарстане Есть Наверное В Туве Есть А в других Республиках Как-то Очень редко Можно Потом Очень важный Момент Создание Фонда Поддержки Развития Тувинского Языка Ну и Утверждение Государственной Программы По развитию И так далее И Введение Новых Образовательных Программ Тугу Вот В общем Я хотела Что То что Акцент Делается На систему Образования Мне показалось Что Информаты Рассказывали В принципе Они не заметили Как вот этот Сдвиг Ситуация Подкралась Поскольку Мы Вот Работали С разными Слоями Населения И городскими И сельскими Жителями Основной Враг Был Значит Канал Культура Интернет И так далее И вот Мы видим Что Вот Это Программа Цифровизации А я Тоже Считаю Что Это Очень Интересная Самая Детализированная И Не зря Сейчас Чойган Геннадьевич По-моему Совместно С Чемышевым Из Маргу Именно Вот Эти Новые Технологии Для Других Языков России Уже Даже Сформировался Мне кажется Семинар Вот Я знаю В октябре Будем Проводить В Калмыкии Относительно Калмыцкого Языка Как Вот Эти Новые Инструменты Использовать Для Продвижения Там Да Повышения Престижа И так Далее Но Вот В Туве Очень Интересная Языковая Ситуация Уже Была Об этом Сказана Но Обратный Как бы Такой Процесс Наша Коллега Собеседница Которая Живет В городе В Кызыле Она Рассказала Что она Старается Сохранять Семье Общение На туинском Языке Поэтому До поступления В школу Ее Малыш Не владел Русским Языком Но Мы Опять же Вспомним В семнадцатом Году В школах Русскоязычные Учебники Были введены Поэтому У детей Монолингва Без знания Русского Языка Возникает Сложности Определенные Восприятие Материал И вот Этот малыш Он столкнулся С определенной Ситуацией Буллинга Непонимания И Соответственно Плохих оценок По русскому языку И так далее Что В семье Такой Стрессовый Фактор Для семьи И она С горечью Сказала Но Если вы Боретесь С сохранением Возрождением Почему Вот Такое Происходит Наверное Из-за Отсутствия Или Как сказать Необходимости Доработки Разных УМК Для обучения Тувинских Детей В принципе Это проблема Для многих Регионов Для многих Языков Вот Но это Не вопросы Просто Как бы Комментарии Ну вот Тува Особенный Регион Спасибо Да Спасибо Большое За Комментарий Да Действительно Мы Вот Конечно В общем Сделали Эту Стратегию Огромную Работу Себе Запланировали Теперь Как раз Ждем Как У нас Мы Постарались Конечно Зная Свои Финансовые Возможности Региона Отложить На 20 На Более Поздние Вот Эти Сроки Те Проекты Которые Требуют Больших Денег Ну и В этом Году Как раз Вот Мы Запланировали В этом Следующем Году Запланировали Те Мероприятия Которые Потребуют Минимальных Таких Вот Расходов Но Мы Конечно Надеемся Что Нам Это Правительство Наше Поможет И В частности Это В привлечении Дополнительных Каких-то Денег Из своих Ресурсов Поэтому Мы Конечно Ожидаем Что Не зря Мы В прошлом Году Столько Сил Столько Времени Уделили На Не зря Наше Правительство Настойчиво Прямо Требовало Чтобы Мы Разработали Этот документ И Наверное Завтра Нам В общем Скажут Как мы Дальше Будем Работать Действовать Имея Уже Какие-то Деньги На Руках И Ну Условно Говоря Да Поэтому Я Надеюсь Что И То Что Вот Народ Очень Такой Вот Мотивированный То Что Айсаня Николаевна Заметила Народ Действительно У нас Очень Мотивированный Мы Получили Очень Много Хороших Отзывов В Социальных Сетях К нам В институт Приходили Люди И Учителя Когда Мы С Чаганом Геннадьевичем Собрали Волонтеров Которые Будут Помогать В В сборе Параллельных Фраз Народ Пришел И Бесплатно Это все Работа Началась И Сейчас Уже Как бы Первые Результаты Уже В следующем Году В этом Году Уже Мы Увидим Мне Кажется И То Что Студенты Подключаются Аспиранты Наша Магистратура Открылась По Цифровизации По Созданию Цифровых Ресурсов В обучении Тувинского Языка Тувинской Литературы У нас Уже Второй Год Мы Набрали Магистрантов И Работают Они Как раз В этом Направлении Мы Все Что Там У У нас Как бы По Крупицам Где Что Есть Мы Стараемся Все Учитывать И Привлекать Все В одну Сторону В сторону Создания Учебников Учебной Какой-то Учебных Ресурсов Электронных В том числе Привлекаем Писателей К К Создание К Созданию Национального Корпуса Это Очень Активно Подключилось Тувинское Книжное Издательство У них В резервах Тоже Есть Ресурсы И Они Тоже Завтра Будут Присутствовать Сегодня Это Тоже Говорили В общем У нас В прошлом году Когда вот Мы начали Действительно Разработку Стратегии Очень Многие Люди Вдохновились Просто Я тоже На это Уповаю Что В общем У нас Будет Поддержка С этой стороны Тоже Со стороны Просто Гражданского Общества Спасибо Теперь Следующий Вопрос Или Комментарий Владимир Волгин Пожалуйста Здравствуйте Уважаемые Коллеги Хочу Поблагодарить Вас Байлович Оловна За ваш Содержательный Доклад Ничего Кроме Уважения Не вызывает Та Огромная Работа Которая Была Проведена По подготовке Стратегии И Содержание Самого Этого Документа Как Уже Здесь Подчеркиваю Вы докладчик И некоторые Выступающие Действительно Аспект Финансирования Стратегии Приобретает Первоочередной Харат И Возможно Является Самой Серьезной Проблемой При Реализации Стратегии В то же Время Байлович Оловна Вы Сказали О том Что Разработана Государственная Программа Государственной Поддержки Туринского Языка Языка Очевидно Что Государственная Программа Документ Более Конкретный И Не могли Бы Вы Если Это Возможно Уточнить Каковы Приоритеты Именно Государственной Программы Господдержки Туринского Языка И Каковы Целевые Показатели С этой Программы Спасибо У меня К сожалению Вот этого Документа С собой Нет И Опять же С учетом Финансовой Составляющей Завтра Будет Абсульдация Возможно Сказали Будет Корректировка Вот этой Программы И Вот Пока что Я У меня Даже Этой Программы С собой Нет Извините Я не могу Сейчас Ответить На ваш Вопрос Ну Ничего Тогда Я вам Желаю Успехов Чтобы На завтрашнем Вашем Судьбоносном Мероприятии Все Решилось В самом Оптимистичном Сценарии Спасибо Спасибо Теперь Ольга Владимировна Пожалуйста Спасибо Белла Чешуловна Большое Спасибо За доклад Содержательный Интересный Вдохновляющий И Хочется Прежде всего Пожелать Единство Ваших Коллег В достижении Цели В достижении Стратегии Пусть Все Получится А вопрос У меня Такой Частично Уже Звучала Тема Но Хотелось Бы Уточнения Во-первых Вот вопрос Такой Как в Дошкольных Учреждениях Реализуется Языковое Воспитание Я тут Употребляю Слово Воспитание Не образование Вот делая Акцент Именно на Воспитание На Формирование Ценностного Отношения К родному Языку А дело Ведь в том Что Вопрос Речевого Развития Суть Когнитивного Развития Детей Всегда Волнует И родителей И воспитателей И наверное Вот это Та тропинка К сердцам И Интеллекту Родителей В том Чтобы поддержать Вот родной Язык В семье Вот Но Кроме Мультфильмов Какая Ведется Работа И как Она ведется Это Ну Довольно Сложный Процесс Но очень Важный Вот это Один вопрос А второй Может быть Идеалистический Но Опять же Это Опыт Моей Жизни В Иноязычной Среде Подсказывает Этот вопрос Преподается Литувинский Язык Русским Детям В русских Школах Есть ли Такой Опыт И Намечается Ли В вашей Стратегии Вот такой Путь Еще Спасибо Спасибо Большое Детские Сады У нас Целиком Работают На русском Языке И Сейчас Раньше Советское Время И Это До 17 Года 18 Года Воспитательный Процесс Шел На Тувинском На русском Языках Вот как-то Смешанно Это Ведь Естественно Владение Языком Это Не Учеба Какая-то Вот По Программе В школе Да А вот Естественно Общение Воспитателей Ребенка Но поскольку В городе Это Смешанные Детские Группы Да В Это И Весь Воспитательный Процесс Шел В основном На русском Языке Хотя Когда Вот Мои Дети Входили В детский Сад На самом Деле Вот Хотя Там Была Программа На русском Языке В зависимости От того В группе Какие дети Посещают Эти Группы И Какие Воспитатели Работают В этой Группе Язык Воспитания Мог быть И Тувинским И Тувинским Да Ну А поскольку В Тувинском Вот Я Точно Не знаю Именно В каком Году Это Прекратилось Раньше Тувинский Тувинское Педучилище Готовило Воспитателей Детских Садов Как Как раз Вот Воспитатели Детских Садов Которые Как бы Воспитатели Процесс Будут Вести На Тувинском Языке И на Русском Языке Да Вот В какой-то Момент Обнаружилось Что Таких Преподавателей Уже Не Готовят Таких Воспитателей Уже Не Готовят Готовят Только Тех Кто Будет Работать Вести Воспитательный Процесс Образовательный Процесс Как у них Там Называется На Русском Языке Вот Это Прекратилось И когда Вот В прошлом Году Мы Только Начали Исследовать Когда Вот Уже Начали Знакомиться Подробно С Программами Учебных Вот Эти Педучилища Да Оказалось Что Уже Давно Они Перестали Готовить Таких Воспитателей И Целиком Конечно Эти Воспитатели Работают По Оказалось Что Работают По Русской Программе По Программе Которые На русском Языке Да И В детских Садах Только Два Раза В неделю По 30 Минут Были Остались Только Специальные Уроки Тувинского Языка Для тех Детей Родители Которых Хотели Чтобы Дети Изучали Тувинский Язык Ну Конечно же Для Маленьких Детей В детском Саду Это Неэффективно Вести Какие-то Уроки Тувинского Языка Два раза В неделю По 30 минут Об этом В прошлом Году У нас Состоялся Очень Серьезный Разговор Опять же В социальных Сетях Это Очень Сильно После Того Как Мы Выступили Это Начали Обсуждаться Очень Сильно И Теперь Вот Сейчас Уже Ситуация Немножко Начала Меняться Но Я не скажу Что Прямо Вот Сейчас Вот Как раз Вот Мы Как Запланировали Будут Новые Программы По Подготовке Воспитателей Детских Садов Которые Будут Вести Программы Вот Раньше Это Все Было Программа Была Это Все Было Но Это Все Как То Вот Прекратилось И Надо Просто Это Все Возвращать И Вот Вот Так Вот На Ваш Первый Вопрос Я могу Так Ответить И Второй Вопрос Был Так Русским Детям На Туинский Русским Да Вообще В 2014 Году Когда я работала В институте Развития Национальной Школы Был Была Был Эксперимент В одной Из Кызырских Школ Преподавать Тувинский Тувинский Язык Для Русско Язычных Детей Этот Эксперимент Длился Два Года Потом Даже Вы Выпустили Учебник Такой Экспериментальный Некоторое Время Вот Этот Опыт Продолжался Потом Он Прекратился А Сейчас Хотя Потребность В этом Есть Приходили Родители К нам В институт Тогда Когда я Работала Учителя Приходили Чтобы Это Все Продолжалось Но Но Это Постепенно Сошло На нет По Наверное Причине Того Что Просто Вот Тогда Даже Тувинский Язык Начали Сокращать Часы Начали Сокращать Постепенно И Вот 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 Чисто Вот Я Не знаю Вот Это То Что Сделала Делала Вот В четырнадцатом Году Пятнадцатом Году Шестнадцатом Году Наше Министерство Образования Что Задать вопрос Эммигрантов Курс Адаптационный Да Так Как Он Из Сельской Среды Попадает В Городскую Среду И Там Четверки Начать Обучение Русском Языке Да Так Эти Курсы Кстати Очень Хорошо Действуют При Школах Русским Языком Обучения Якутские У нас Есть Да Но Они Такие Чисто Познавательные Не По Языку Вот Это У нас Проблема Существует Да Когда Ребенок Моноэтнический Он попадает В сужу Среду Чтобы Адаптироваться Да И Такие Программы Пусть Это Будут Какие-то На Небольшую Плату На Небольшие Оплату И Также Я думаю Что еще Какой Выход Создание Таких Национальных Школ Как У нас Якутская Тоже Функционирует Несколько Национальных Школ Только У ребенка Был Выбор То есть Он Хочет Обучаться Школесно С Национальным Язычком Пожалуйста Выбирает Городскую Школу Конечно Он там Выдерживает Большой Помнус Чтобы Туда Попасть Да И там Кстати Ведутся Все Русский Язык И Иностранный Язык Ведутся Вот То есть В этой Ситуации У ребенка Хочет Какой-то Выбор И Самое Главное Что Вот Должно Быть Финансовое Обеспечение Спасибо Это Что-то Вы У меня Все У меня Все Да Спасибо За вашу Реплику Теперь Следующий Вопрос Или реплика Елена Владимировна Воевода Пожалуйста Спасибо Большое И Коллеги Я тоже Хочу Выразить Глубокую Благодарность За такой Интересный Доклад Потому что Совершенно Для меня Было Совершенно Неожиданным Таким Открытием Что Тувинский Язык Становится Ну вот На грани Исчезновения Но во всяком Случае Находится Под угрозой Потому что Где-то Лет пять Назад Наверное Я читала Что Выпускники Средних Школ С трудом Могли сдать ЕГЭ По русскому Языку Поскольку Вот они Все Как раз Хорошо Владели Родным Языком Но Вот Я хочу Вернуться К Предложению Как-то Мотивировать Учащихся И Учителей И Вот здесь Поскольку Я участвую В этом Семинаре Начиная С того Заседания Когда обсуждали Гагаузский Язык Да И вот Я Как-то За последние Годы Очень Сильно Углубилась В эту Гагаузскую Проблематику Я могу Поделиться Вот Опытом Гагаузов Которые Сейчас Специально Готовят Учителей В основном Начальной Школы К Преподаванию Ряда Предметов Это Изо Музыка И Труд Ну То Что Сейчас Технология У нас Будет Трудом Называться На Родном Языке Вот На Гагаузском Языке Понимаете Чем Это Хорошо Вот Труд Это То Что Дети Их Родители Делают В быту Да То есть Это Вот Такой Мостик От Школы К Жизни Песня То же Самая Музыка Песня Ну И Что Касается Изо Там В общем То Есть Свои Художники Своя Картинная Галерея И Это Тоже Достаточно Полезно Это Вот Такой Момент Еще Один Момент Вот Когда Я Слушала Предыдущий Комментарий Я Вспомнила Что В Советском Союзе В каждой Союзной Республике В каждой Школе Обязательно В русскоязычной Школе Обязательно Преподавался Язык Республики Освобождены От Изучения Этого Языка Были Только Дети Из Семей Военных Ну Им Приходилось С родителями Переезжать От одного Места Службы К другому Вот Теперь Значит Что касается Национальных Школ Вот Здесь Я опять Хочу Обратиться К опыту Гагаузи Печальному Опыту Это Конец 50-х Начало 60-х Годов Когда Национальные Школы Были Созданы С Большим Энтузиазмом А потом Родители Начали Писать Заявление Что они Просят Там правда Были еще и Политические Мотивы Но Родители Начали Писать Заявление О том Что они Просят Перевести Своих Детей В Русскоязычные Школы Потому Что Дальше Дети Должны Обучаться Где Они Будут Обучаться Они Будут Обучаться В Техникумах Тогда В Вузах На Русском Языке Ну И Чисто Такой Личный Опыт Мой Очень Близкий Друг К сожалению Ныне Покойный Наполовину Менгрел Наполовину Абхаз Учился В Сухумском Педуниверситете Пединституте Тогда еще На историческом Факультете На Грузинском Языке И вот Потом Уже Он говорил Это Была Ошибка Это был Мой Выбор Но это Была Ошибка Если бы Я учился На русском Языке А в быту Я общаюсь На Грузинском И Абхазском Я бы Смог Преподавать И на Грузинском И на Русском А так Распался Советский Союз И Стало Сложнее Найти Работу Ну это Вот такие Знаете Вот Комментарии Из Того Что Я знаю Сейчас Происходит Среди Моих Друзей Коллег В Гагаузии И вот Такие Некоторые Реминесценции Спасибо Еще раз Благодарю За интереснейший Доклад Спасибо Спасибо большое Я могу Тоже немножко Добавить В начальной школе У нас Как раз Мы Хотим Чтобы И в план Внесли Чтобы Полностью Не только Тувинский Язык Математика Литература Но и Все другие Предметы Технология Музыка Изобразительное Искусство Все эти Предметы В начальной Школе Должны Преподаваться На родном Языке Потому что Ребенок Познает Все-таки А ИЗО Музыка Труд Это Все Что нас Окружает Это Наша Жизнь Поэтому И Вот В этом Направлении Уже Наши Как бы Научные Сотрудники В институте Развития Национальной Школы Они уже Как бы Свои планы Своё видение Уже Излагали Не раз Когда мы Обсуждали Там Предполагается Ввести Там даже Физическая Культура У них Там Предполагается Ввести Национальную Тувинскую Борьбу Куреш Национальную Тувинскую Музыку Народную Музыку Из Ну вот В технологии Все Вот эти Вот Народные Промыслы Как бы Начальные Вот эти Вот Знания Чтобы Детей Навыки Были Вот это Вот Все Тоже Запланировано И Вот И В Прошлом Году Еще Начиная С прошлого Года Когда У нас Разработки Стратегии Началась И разговоры Активно Начали Вести Козырьская Вторая Школа Она В общем Сейчас уже Министерство Образования Правительство Планирует И Уже Там Конечно Мы На руках Пока что Ничего Так Не Не Имеем Но Уже Документацию Все Это Готовят Для Для Перевода Вот Этой Школы От Национальную Гимназию Да И За нами Остается То Что Мы Должны Создать Материалы Для Учебники В общем То Чем Будет Содержание Образование В этой Национальной Гимназии Не только В этой Гимназии Но и Во всех Национальных Классах Сейчас В настоящее Время У нас Нет Таких Русских Школ Тувинских Школ У нас Школы Смешанные Смешанные Есть Конечно Классы Которые Изучают Тувинский Литературу Тувинскую Литературу Да Есть Классы Которые Не изучают Тувинский Тувинскую Литературу Вот так А в советское Время Были Классы Которые Дети Школьники Получают Образование На русском Языке Да И Классы С Тувинском Языком Обучении Вот так Вот Спасибо Спасибо Пожалуйста Артем Да Спасибо Я Вежливо Пропустил Всех Коллег У меня Два Вопроса Во-первых Спасибо За огромную Проделанную Работу Даже По количеству Перечисленных Мероприятий Это Очень Честно Горя Впечатляет Значит Первый Вопрос Это вопрос Ретроспектив Вы Сказали Что Шесть Лет Уже Образование В ТВ Функционирует На русском Языке Насколько Это Вообще Законно Потому Что Как мы Знаем Закон Предусматривает Что Язык Образования Это Выбирается Исходя Из пожеланий Родителей Да Просто Знаете Вот Родители Когда Вот Дети Поступают В школу Могут Написать Конечно Заявление О том Что Ребенок Хочет Изучать Все Предметы На Тувинском Языке Да Но Система Образования В Туве В Республике Тыва Не может Обеспечить Учебно-методическими Комплексами Которые Полностью Удовлетворяли Обучение На Тувинском Языке Например Вот Сейчас Вот Вовремя Поскольку Наше Министерство Образования Вовремя Не позаботилось О создании Учебно-методических Комплексов Которые Прошли Федеральную Экспертизу Тут Это Вопрос В этом Еще состоит Просто Вот Просто Вовремя Если Не обеспечили Такими Учебниками Которые Прошли Федеральную Экспертизу То Если Нет Материалов Если Нет УМК То Мы Уже Преподавать Уже Не Можем Понимаете Но Это Школы А детские Сады Не Требуют Этих Учебников И Все Остального Детские Сады Действительно Не Не Учебные Не Требуются Просто Это Субъективный Фактор Ну Это Просто Вот Тогда Министерство Образования В какой-то Момент Это 15-16 Годы 2015-16 Годы Вот Тогда Вот Все Рельсы Они Как бы Перенаправили На Русский Язык Обучение В том числе И в детских Садах То есть Если Родители Хотят Чтобы В детском Саду Их Ребенок Обучение В детском Саду Вот Учебный Процесс Шел На Тувинском Языке Они Могут Написать Заявление И Тогда Детей Должны Разделить Какая-то Часть Пойдет И Будет Учиться По-русски Какая-то Часть Пойдет Будет Учиться По-тувински Почему Этого Не Делается Ну В Городе Например Дети Это Родители Детей Очень Много Родителей Хотят Чтобы Их Дети Лучше Не Говорили Это Я Вот Просто Вот Это Могу Рассказать Такую Ситуацию Пример То есть Привести Пример Когда Вот Последний Вот Так Это Только В 2020 Году Более 50 Процентов Тувинцев Сейчас Уже Проживает В городе Козылье То есть Это Городское Население Которое Переехало Из Районов А в Районах У нас В большинстве Своем Проживает Тувинское Население Моноязычное Тувинское Население И В свое Время Эти люди Столкнулись С Проблемами С Такими Проблемами По Потому Что Плохо Владеют Русским Языком И Конечно Мои Знакомые В частности Говорят Вот Я Из-за Того Что Плохо Знаю Русский Язык Не Смогла Закончить Или Адаптироваться В этом Иркутске В городе Где она Обучалась Я буду Отдавать Ребенка В русский Класс Чтобы она Могла Учиться За пределами Республики Чтобы она Получила Хорошее Образование Вот Вот Она Из таких Побуждений Отдает Ребенка И В русскую Школу В русский Класс И Ребенок Дома Общается С родителями На русском языке Хотя Родители Сами Плохо Говорят По-русски И Как-то Очень стараются После переезда В город Кызыл Они стараются Чтобы их дети Говорили По-русски И Мне кажется Так поступают Очень многие Родители Которые В последнее Время Переехали Из районов В город Кызыл Раньше В городе Кызыле Так много Тувинцев Не было Вот Переезд Как раз Из районов В город Кызыл Побуждает Людей Это Переходить На русский язык Спасибо И Второй вопрос Это вопрос Проспективный Ольга Анатольевна Затронула Мне кажется Очень важный вопрос Это вопрос Мотивации Потому что Если есть Мотивация То обычно Находятся И деньги И часы И все остальное Тоже находится Вот Вы много Внимания В программе Уделили Автоматическим Переводчикам Но здесь Как раз Есть Некоторая опасность В том Что переводчики Они Некоторым образом Разрушают Мотивацию Потому что Зачем Учить язык Если Будет Переводчик И можно Просто Использовать Переводчик А с другой Стороны Что касается Создания Мотивации Ну вот Вы говорили Что там Народные промыслы Фольклор И так далее Ну Эта мотивация Может быть Действительно Для какой-то части Населения Но например Для бизнеса Это не может Положить мотивации Ну совершенно точно Потому что Бизнес Он все-таки Считает деньги Он ищет Какие-то Экономические выгоды Поэтому Мне кажется Что очень важно Вот в программе Которую вы сейчас Обсуждаете Установить четкие Требования По использованию Языков на рабочих местах И вот Там вы показывали На слайдах Но я не совсем понял Можете ли вы Просто перечислить Список рабочих мест Или может быть Учреждений Или может быть Должностей Которые согласно Вашей программе Предусматривают Обязательное Использование Туинского языка Ну как раз Вот так Вот такого Большого списка Это не получится Как раз Так может быть В этом проблема Может быть Было бы хорошо Программе предусмотреть Тогда это было бы Мотивацией И для родителей И для детей И для бизнесменов Для всех остальных Вы знаете Вот Буквально Это в конце Прошлого года Вот в декабре Да К нам Обратились Работники Банка Это Зам Директора Банка С просьбой Перевести Какие-то термины Очень много терминов Он сказал Что это нужно Для того Чтобы Его сотрудники Общались Вот С тувинским населением Который Плохо говорит По-русски И Вот И Такие же Проблемы Вот Когда вот В банках Когда вот Ну а там Определенные Эликсемы Термины Обороты Мы им Для них переводили На тувинский язык И Действительно Вот Пока что Тувинский язык Держится За тех За счет Тех людей Которые Которые Знают Тувинский язык Живут В районах И Последнее время Как раз Вот Вот это Масса людей Переезжают Это В город Теряют Тувинский язык И теряют Не они Сами Конечно Вот как раз Они Их дети А для Родителей Тувинский язык Он остается Уж первым языком Второй язык Уже Как бы Для них Для общения В городе Они понимают Что им нужно Говорить по-русски И Вот Стараются Чтобы их дети Говорили по-русски Да И Как раз Вот Потребности Знания Русского языка Тех Которые Переехали В город Да И Язык На котором Работает Ну В производстве Да Вот В официальных Сферах Они тоже Испытывают Такие Трудности Вот В банках Они не знают На каком языке Общаться с этими людьми По-русски Трудно По-тувински Терминология Не разработана И Ведь Чтобы Вошел в оборот Термин Нужно Какой-то Термин Термин В оборот В активный Да Нужно Время И В общем Вот те термины Которые мы Им Разработали Вот они Я не знаю Как они Сейчас у них Пошли Вот В работу Как вошли Вот это вот Тоже очень Сложно Сейчас С терминами С новыми словами И На самом деле Очень сложная Ситуация Вот Когда Среди Населения Есть Те Которые Полностью Перешли На русский Язык И Не говорят По-тувински Да Есть Просто Русскоязычные Люди Да И Есть Те Которые С трудом Понимают Русский Язык И выражают Мысли На русском Языке Тоже с трудом Билингвы А их Это Не так уж И много Мне кажется В общем Из Запрошенных Тех Кто Вот Мы тогда Вот Когда Опрос проводили Как раз Это были Молодые люди Которые Говорили Что они Говорят И на русском И на тувинском Языках Но степень Владения Русским Языком И тувинским Языком У всех Разная Поэтому Тут Илья ушла Уже в другую Сторону Нет Ну просто Вот Уточнить Вы сказали Про банки Может быть Прописать В программе То что Человек Который Приходит В банк Имеет Право Получить Обслуживание На тувинском Языке И тогда Это будет Мотивация Для работников Банка Знать тувинский Язык Да Тувинский Язык Государственный Язык На территории Республики Давай это И предполагает Ну вот Это было бы Очень здорово Спасибо Спасибо Да Ольга Анатольевна Пожалуйста Да Я очень Быстро Поскольку По второму Кругу Спасибо Лак Чашоловна За ответы На вопросы Интересные Сами по себе Ответы Я Как раз Мне кажется Что пришли Сейчас В такую Точку Которая У вас В программе Не отмечена Но Которая Совершенно Необходима Вот даже Из того Что вы Говорите Вытекает Это О необходимости Полноценного Двуязычия Вот Получается Что Сейчас У вас Такой Перелом Приезжают Из сельской Местности В город Люди С хорошим Тувинским Плохим Русским И дальше Они бросаются В другую Крайность Они лишают Своих детей Наследства Тувинского Напрочь И Обрекают Их На Монолингвальность Вот Сохранить Это Двуязычие Может быть Если уж Агитацией И пропагандой Заниматься То Как раз Вот Среди Тех У кого Еще Есть Два Языка Русский Уровень Владения Тоже Можно Поднять И в этом Смысле Можно Курсы Открытые Бесплатные Устраивать Для повышения Уровня Владения Русским Языком Но Это Не должно Быть За счет Тувинского Тувинский Должен Передаваться И еще Тут Не вредно Было Бы И для Учителей И потом Учителям Для родителей Объяснять Что Ведь Знание Двух Языков Тувинского И русского Дает Детям Преимущество В учебе Гораздо Быстрее Развиваются Их Когнитивные Способности И двуязычные Дети Лучше Успевают В школе Про это Уже Много Статей Написано Психолингвистами Вот этот момент Потому что У вас Такая Точка Которой По-моему Ни в каких Других Местах Нету Когда Вот слом Когда Люди Говорящие На двух Языках Вроде Этих Молодых Они Один Язык Не отдают Своим Детям Вот Как бы В мозг Этих Самых Замечательной Молодежи Вложить Что Говорить С детьми Надо Ну Если Не только На тувинском В конце Концов Можно ведь Воспитывать Ребенка И на Двух Языках Там Отец Говорит На одном Мать На другом Так Последовательно И это Дает Замечательные Результаты А ребенку Ничего Не стоит В том Смысле Что он Уже Получает Даром То Чему Потом Приходится Учиться И вот Про Высокую Мотивированность В туве Это конечно Замечательно Среди Интеллигенции Среди Тех Кто Занимается Языковыми Проблемами Но вот Ваш Опрос Он Очень Ясно Показывает Что Нету Мотивированности Передать Наследство Тувинское Детям К сожалению И что Именно Над этой Мотивированностью Просто У тех Кто Озабочен Только Русским Языком Вот Над этим Мне кажется Стоит Работать И даже Необходим Я бы сказала Работать Спасибо Спасибо вам большое Мы это Как раз Это Примем Во внимании Спасибо Спасибо Айса Николаевна Пожалуйста Я просто Вот реплику На самом деле Вот по По моим Наблюдениям Там Вот эта Осознанность И желание Передать Есть Но тут Срабатывает Вот психологический Фактор Неосознанный Как бы Родители Считают Да Надо сейчас Освоить русский Язык А родной язык Никуда не уйдет Вроде уровень Хороший Ну и вот В буднях Да Вот этот вопрос Как бы И приводит к тому Что Наступает сдвиг Определьночальная стадия Как вот многие Сейчас пишут А вот по поводу Артема Да Предложения Это же Вот мы Тоже Вы слушали У нас были Встречи С Представителями Из Чукотки Да Организации Вот Данилова По-моему Да Она рассказывала Что на предприятии Купол Фонда Купол Там есть Определенные Законы Это корпоративная Языковая политика Но в Туве Мне кажется Вот нет таких Больших организаций Да Я имею ввиду промышленных Освоения Да и так далее Это было бы хорошо А потом Помните Помните В 90-х годах Вот Ольга Анатольевна Мы много раз Да В центре Обсуждали Был же прецедент Когда закон о языках В Туве Разрабатывали Даже вносили Знание Тувинского Обязательно Для Кандидата Там Президента По-моему Республики Но это все плохо Не очень Эффективно Закончилось Суд был Помните Что-то Языкового Конфликта Был Поэтому Вот опять Как бы по кругу Мы пришли К этому На самом деле Если говорить Всегда о двух языках То и конфликта Не будет На самом деле Двуязычие Это способ Разрешения Конфликта Тем более В Туве Простая ситуация Там Билингвальная Ситуация Там даже Не 5 И не 6 Языков Как Где-нибудь В Якутии Да Сколько 6 7 Да 5 КМНС Языков Якутский И русский Так На круг Вот А в Туве Ну я тоже Подключу Ну да Веку Несу Потому что Я сталкивался С этим В свое время Занимаюсь Регулированием Государственной Гражданской службы В субъекте У нас И Моменты Двуязычия Которые Опираться На законах О языках Нового Российской Федерации Тот самый Базовый Там Установлено Что Субъекты Федерации Могут Устанавливать Определенные Языковые Квалификационные Требования И так далее И так далее К замещению Придем Довностей Но Закон Мы понимаем Что это еще Не федеральный закон А закон Который принят До Принятия Тем не Тем не Тем не Нем Населись Нормы Нормы Сохранились И вот На основе Вот этого Закона Мы Попытались В Республики Установить Перечень Должностей Государственной Гражданской Службы При Замещении Которых Требуется Знание Двух Государственных Языков Республики Вот Требования К ним Были И Опора Идет На Соблюдение И защиту Прав Граждан На пользование Двумя Государственными Языками Это Например Те Государственные Должности Которые Работают С обращениями Граждан Потому что Право На обращение На государственном Или на родном Языке Оно Базовое Право Гражданина России Вот Это Те Должности Которые Работают С Нормативно Правовой Документацией Которая Должна Быть Переведена На Оба Государственных Языка Плюс Те Которые Работают С Остановился И Окончательный Перечень Так и Не был Утвержден У нас Республики Но Путь Вот этот Который Он Был Тогда Начат Он Из того Что мы Рабочей Группой Тогда Обсуждали Республики У нас Он Виделся Единственным Возможным Потому что Абсолютно Ко всем Требованиям Такие Ко всем Государственным Должностям И так далее Такие Требования Устанавливать Это Незаконно Это Ограничение Единства Пространства России И так далее Единства Труда Много Много Чего Спасибо Спасибо Большое Спасибо Большое Всем Дорогие Коллеги За участие В дискуссии Ну Я брал Пример Свежливого Артема Федоринчика Который Всех Пропускал Вперед Я Тоже Всех Пропустил Но У меня Все Таки Есть Пара Вопросов Первый вопрос Такой Вот Вы Упомянули Что На Телевидении Очень мало И очень Короткие Есть Программы И я Хотел И я Хотел бы такой Контрольный Вопрос Задать Вот Как Вы Полагаете Почему Это Так Первый Вариант Люди Которые Принимают Решение Думают Что Так И Надо Второй Вариант Люди Которые Принимают Решение Думают что так больше понравится начальству. Третий вариант. Люди, которые принимают решение, думают, что населению не нужны передачи на туинском языке. Какой из этих трех вариантов ближе всего к действительности? Второй. Мне кажется, второй. Все-таки государственное телевидение у нас это не республиканское телевидение. Поэтому они думают, что для российского телевидения хорошо вещать на русском языке. Понятно. Второй вопрос такой. Вы упомянули, что есть дети, которые приходят в школу без знания русского языка или со слабым знанием. Это в каких-то конкретных районах республики или в целом так равномерно распределены? Такие семьи просто есть. Которые плохо владеют русским? Это все районы. Все районные дети, которые приезжают в Кызыл. Которые в Кызыл приезжают. Ну, если они не приезжают, очевидно, тоже они в таком же положении у себя в селе. В каком? Это в селе. Так, у нас, если даже предметы преподаются на русском языке, но общение и вообще воспитательный процесс проходит на туинском языке, и слабое знание туинского языка в районах, это не проблема на самом деле. Нет, нет, я имею в виду, что если даже в Кызыл дети приходят в школу со слабым знанием русского, то тем более, наверное, в сельскую школу они приходят со слабым знанием русского. У себя в деревне, в селе, да? Значит, таких еще детей достаточно. В этом просто уточняющий вопрос был. Но обучаются они по учебникам на русском языке. Ну да, и сразу оказываются в ситуации, где они должны изучать арифметику на слабо знакомом языке. Это, конечно, для России довольно редкая ситуация, но тоже травматичная. Это типологически для России очень сейчас не характерно. Мало где такое есть. Понятно. Наверное, для учителей тоже, да. Извините, можно я скажу? У нас в Туве вот несколько лет назад даже обвиняли учительницу о том, что она обучала детей на тувинском языке, что у нее уроки проходят, ну, учебный материал на русском языке, но она объясняла по-тувински. Да, и в большинстве, вот, хотя требуется, как бы, раз материал на русском языке, обучение у нас проходит на русском языке, да, сейчас вот как принято в последнее время, но поскольку дети в районах плохо говорят на русском языке, то русский материал объясняется на тувинском языке. Да, вот так вот выходит из положения. Ясно, спасибо. Ну, и у меня несколько есть таких небольших комментариев. Вот то, что здесь говорилось про полезные, возможные экономические рычаги полностью я поддерживаю. Действительно, мне кажется, стоит это усилить в вашей стратегии, которую вы будете завтра обсуждать. Дальше, следующий комментарий. У вас прозвучала такая мысль, что республиканское начальство, так сказать, смотрит на то, как будут приняты на федеральном уровне документы, типа программы, которая разрабатывается в нашем институте. Ну, и, наверное, неизбежно они так смотрят в центр, да, но важно, чтобы было обратное движение, чтобы они, так сказать, не покладая рук, выдвигали свои инициативы, такие, как ваша стратегия, и тогда и центр тоже будет прислушиваться и знать, что есть встречное движение с мест, потому что здесь все далеко не так просто. Не то, что вот мы тут в институте чего-то придумали, оно все сразу получилось. Я могу привести пример. Наверное, многие знают, завтра, 21 февраля, так называемый день родного языка, который ООН ввела там сколько-то десятилетий назад, и этот день отмечается в Российской Федерации, журналисты там обычно появляются накануне, задают вопросы. Вот я вчера был в агентстве РИА Новости, там была такая пресс-конференция небольшая, значит, и что это такое? Значит, там было четыре приглашенных выступающих, из них три, ну, очень достойные, симпатичные люди, но это люди, которые занимаются распространением русского языка за рубежом, из МИДа, из Россотрудничества и так далее. То есть это день родного языка, но речь идет об обучении русскому как неродному. Значит, вот во что превращается день родного языка на уровне, так сказать, федеральных СМИ. Ну, правда, меня все-таки пригласили, пригласили, я там вот свое, вот торочил про языки, про программу развития языков и так далее. То есть этот элемент был, но я был один из четверых только такой. Вот, так что тут, безусловно, необходимо, чтобы и в вашей республике, и в других регионах, чтобы были вот эти инициативы, подтверждающие, что усилия, ну, так сказать, вот центральных инстанций, таких как Институт языка знания РАН, что они не просто в вакууме, а что они нужны. Вот, это очень важно, уверяю вас. Ну, и последнее, учитывая, что у вас завтра такое важное обсуждение, наверное, мы вам будем благодарны, если вы, Эржен Владимировне, вкратце, тезисно так сообщите, что произошло, чему пришли, и, может быть, Эржен Владимировне нам по рассылке нашего дискуссионного клуба это разошлет, чтобы мы знали, вы такой саспенс, так сказать, создали, что сегодня вы выступаете у нас, но все главное произойдет завтра. Так что будем ждать. Ну, и, может быть, последнее, что я хочу сказать, это, хотя, конечно, тут многие говорили, что мы были, так сказать, более-менее спокойны, зато винский язык, а теперь менее спокойны после вашего доклада. Видно, что тут такие универсальные законы языкового сдвига тут запущены, но в то же время я хочу сказать, что это не тот случай, когда поздно спохватились. Таких случаев на Земле сотни и тысячи, когда спохватываются уже после того, как умерли последние носители, например, и начинают рвать на себе волосы, о чем мы думали раньше. Но здесь еще полно таких даже моноязычных детей, которые приходят в школу с приоритетным знанием туинского языка. То есть очень замечательно, что у вас уже на этом этапе вот такие усилия начались, и думаю, что это как раз тот случай, где они, ну, приживутся, потому что чем дальше зашли процессы языкового сдвига, тем труднее это все возрождать. В вашем случае, видимо, это еще относительно легко, и я желаю вам успеха. Спасибо вам большое. Да, было бы более информативно, если бы доклад вот этот состоялся 22 числа, да, потому что завтра действительно многое будет известно. И вот, и то, что мы в прошлом году, наш председатель правительства дал приказ создать стратегию, да, разработать стратегию, это, да, действительно замечательно. И мы тоже вот знаем, это между собой говорили, что это как раз то время, когда вовремя, как вовремя это и это спохватились. И, конечно, сейчас дело это остается за финансами, это самое главное. Если будут финансы, то мы, конечно же, все это, то, что мы хотели запланировать, запланировали. И даже те, я рада, что мои коллеги в ТУВе, не только в нашем институте, но и вообще в Институте развития национальной школы, и вообще наше сообщество, оно готово, даже вот не имея финансовой поддержки, уже с прошлого года, как только утвердили эту стратегию, уже начали работать в этом направлении, уже какие-то у нас тут результаты, какие-то промежуточные по некоторым пунктам уже есть. Да, я очень рада этому. Я тоже надеюсь, что благодаря нашему народу, который все еще держит язык и понимает важность знания родного языка, чтобы понимать, вообще понимать себя, понимать другую культуру, другой язык других людей. Надо же понимать сперва себя, хорошо понимать, и язык в этом играет ключевую роль, и то, что люди понимают это, меня очень радует. Спасибо вам большое за ваши добрые слова, за заинтересованность. Я на самом деле не социолингвист, я просто занималась грамматикой тувинского языка, и мне пришлось заниматься вот такой сложной работой по составлению стратегии, изучать социолингвистические проблемы. И мне на самом деле это было непросто, нам, нашей команде, было непросто. И я надеюсь на вашу поддержку дальнейшую. Если бы, в общем, наш план действий, начиная с этого года, мы, да, действительно корректировали много раз под финансы, под возможности, исходя из того, какие у нас, сколько у нас кадровая обеспеченность, да, и нам подсказывала, помогала, приезжала Аржана Александровна Сюрюн, мы недавно с ней тоже говорили об этом. Я очень ей тоже благодарна. Айса Николаевна, она первый человек, который ознакомился с нашим документом еще в прошлом году. Я очень благодарна нашим коллегам, которые, вот, благодаря им состоялся этот документ. И спасибо вам большое, благодарность от моих коллег, от наших земляков. Спасибо еще раз. Ну, Аржана Владимировна, тут в чате, на самом деле, довольно интересная переписка. У нас уже сейчас нет возможности все это зачитывать. Там и Аржана Александровна писала, и Марьята Баттергей пишет. Вы сохраните, пожалуйста, эту информацию, чтобы она не потерялась. Ну, и все-таки, Артем хочет еще что-то сказать, но коротко, пожалуйста. Да, да, я коротко. Вы просто сказали, что лучше бы вы выступили 22-го числа у нас, а я считаю, что, наоборот, хорошо, что вы выступили сегодня, и у вас до завтра есть еще время. Какие-то из наших предложений все-таки к ним прислушаться, если это возможно. И второй момент, это то, что я согласен с Андреем Александровичем в том смысле, что понятно, что тенденции у туинского языка негативные. Но поверьте, сейчас если сравнить ситуацию туинского языка с другими языками российскими, то очень многие российские языки могут только завидовать туинскому языку. У вас действительно есть негативные тенденции, но для туинского языка далеко не все потеряно. И мне кажется, что вот эта стратегия, если она действительно будет принята и грамотно заложены там какие-то нужные пункты, она, туинский язык, точно поможет ему сохраниться и существовать в будущем. К сожалению, про многие другие российские языки я был бы менее оптимистичен. Да, но мы все равно все оптимисты, особенно в отношении туинского языка. Давайте поблагодарим Балак Чашуловну за очень интересный доклад и такое гармоничное обсуждение, которое у нас тут состоялось. Будем дальше встречаться. Ну, на этом сегодняшнее заседание пора заканчивать. Сейчас уже в Кызыле, по-моему, пол-одиннадцатого вечера. Насколько я понимаю, уже пора отпустить нашу докладчицу отдохнуть. И до следующей встречи в следующем месяце. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.